Беспорядки и столкновения с полицией, коктейли Молотова и сожженные автомобили. Так прошла ночь в грузинском Батуми. Массовые беспорядки, судя по всему, спровоцировал штраф, выписанный полицией, нарушителю правил дорожного движения. Но за массовыми волнениями некоторые усматривают политический подтекст. Мэрия столицы Аджарской Автономной Республики подсчитывает ущерб, нанесенный курортному городу. А в городском суде проходят слушания по делу о задержанной в ходе беспорядков. О причинах волнений наш собственный корреспондент в Грузии Марта Ардашеля. Это кульминация беспорядков у здания Главного управления внутренних дел Аджарской Автономной Республики. Недовольные демонстративно крушат автомобиль патрульной полиции. Многие скрывают свои лица. И только самые смелые не стесняются телекамер. Манифестанты громят все на своем пути. В ход идет брусчатка и коктейли молотвам. В результате более двух десятков человек госпитализированы. В том числе 11 полицейских. Двое пострадавших продолжают оставаться в больнице. Один из них депутат правящей партии «Грузинская мечта». Беспорядки у здания Главного УВД Аджарии продолжались более 12 часов. Изначально правоохранительным органам приказали действовать максимально сдержанно. Чтобы утихомерить недовольных, силы спецназа несколько раз использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Однако градус напряжения продолжал расти. Чтобы разобраться с ситуацией на месте, из Пилиси в Батуми отправился первый полицейский страны. На улице вывели спецназ. Началась операция по разгону участников беспорядков. Штраф из-за неправильной парковки, выписанной патрульной полицией, днем ранее стал причиной агрессии жителей Батуми. По официальной версии, на действия полицейских нарушители ответили нецензурной бранью, завязалась перепалка. Сами арестованные утверждают, что полиция применила силу. Тем не менее, власти пошли навстречу манифестантам и освободили задержанных. Это временная мера, заявил глава МВД. «Я учел просьбу главы правительства Джария об освобождении задержанных в административном порядке лиц. Несмотря на то, что я освободил этих людей, против них не прекратилось административное дело производства. Я могу сказать, что эти люди обязательно предстанут перед судом. То, что происходит сейчас в Батуми, неприемлемо и возмутительно». Ситуацией на месте ознакомился премьер-министр Грузии, который выразил уверенность в беспорядке в Батуми – дело рук деструктивных сил. Кого именно имел в виду Георгий Кеврикашвили, не уточняется. «Мы будем действовать комплексно. Правоохранители должны продолжать защищать порядок. Расследование продолжается. Мы должны выявить не только тех людей, которых использовали для этих варварских действий, но и тех, кто их поощрял. Мы должны предпринять превентивные меры для того, чтобы в будущем не допустить подобного. Власти оставляют за собой право потребовать от организаторов беспорядков выплат компенсации пострадавшим». Пока власти ищут зачинщиков беспорядков, оппозиция обвиняет правительство в неэффективности. Тем не менее, наблюдатели призывают не нагнетать ситуацию и дождаться результатов расследования. Несмотря на эти призывы, политические партии пытаются повернуть ситуацию в свою пользу. К слову, поздно ночью на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция солидарности с участниками батумских беспорядков. Аналогичные мероприятия состоялись в Кутаиси, Руставе и Зугдиде. Однако позже организаторы акции партии «Единое национальное движение» изменила свою позицию. Марта Ардашелия специально для РТВА.